дорогие друзья всем привет сегодня 15 апреля рада приветствовать вас на канале дачный рай хочу сегодня сделать небольшой обзор своих череночков крупнолистные метельчатой гортенции находятся они у меня под лампами в больших контейнерах под пленкой изначально я их высаживала в обычный вот в такие вот контейнеры и чтобы проверить приходилось каждый контейнер открывать то есть было очень неудобно и очень долго поместив вот такие большие контейнеры под пленку то есть достаточно пленочку вот так приоткрыть и все в контейнерах проверить крупнолистная была черенкова на 28 марта то есть уже перед черенкова на потому что изначально как я уже до этого сказала сидела в других а на контейнерах поменяла и полностью грунт потому что начали подгнивать кончики очень был но такой приличный выпад поэтому пришлось сделать полностью пересадку и поставить уже вот в такие контейнеры где на себя начала чувствовать гораздо лучше здесь больше прослойка воздуха получается ну и легче их естественно проверить то есть изначально было было черенкование там 23 по моему марта потом перечеренковала и поставила бирочки 28 марта то есть тут уже полно идет укоренение доставать уже ну вот покажу то есть уже в принципе можно делать пикировку какие вот получается в 100 миллилитровых стаканчиках те пойдут в 0 5 литровые в контейнерах пойдут вот в такие стаканчики да потому что здесь конечно же вот я уже уже все держится на корешках вытаскивать не буду видно да тоже корешки уже принялась в общем что самое важное самое важное на начальной стадии про грунт это я уже сейчас не буду как бы акцентировать внимание потому что ролики у меня уже были выложены какой грунт я использую использую для черенков это рыхлый слегка влажный грунт в основном тут должна быть влажность воздуха именно на начальной стадии не поленитесь проверяйте свои череночки если они в рыхлом грунте вы их спокойно сможете достать посмотреть сам черенок не начал ли он подгнивать то есть вовремя можно его немножко подобрезать и либо воткнуть обратно но в идеале раз он начал подгнивать его немножко на поверхности подержать чтобы вот этот вот основание этого череночка немножко подсохла то есть чтобы пяточка вот это подсохла и только тогда после этого вставлять в грунт спрыснуть и все как только я вижу что допустим до черенок нормальный не подгнивает я уже все я его больше не трогаю я его уже больше не вытаскиваю я уверена что все там начнется уже нормальный процесс укоренения но вот на начальной стадии мне приходилось два раза в день эту манипуляцию делать как вы видите их здесь много там вот крупнолистных два ящика здесь три ящика крупнолистных и метельчатыми тексту пользу я черенковала вот весь у два ящика начала апреля тоже уже какие-то с корешками так и вот там метельчатых два ящика то есть какие-то в стаканчики какие-то в контейнеры все зависело от размера то есть если черенок большой я конечно уже использовала стаканчик вот такая вот красота вот в общем вот так вот в таком виде конечно это все удобно то есть когда они у меня сидели вот в таких контейнерах у меня уходил очень много времени чтобы каждый контейнер открыть каждый череночек достать и проверить в этих контейнерах во первых они себя чувствуют гораздо лучше чем в низких и здесь все весь процесс вот я открыла визуально просмотрела все и закрыла обратно спрыснула естественно где листик сухой где пошло уже укоренение да допустим вот здесь они с корешками я прямо смотрю до листик не влажный я его сразу спрыскиваю то есть вот бывает такого что вот этого конденсата на стенках контейнера недостаточно вот такие вот моменты да не ленимся проверяем свои череночки пару раз в день как только вы увидите что калус там образовался на черенке тогда уже все тогда уже можно спокойно просто приоткрывать пару раз в день спрыскивать и закрывать обратно здесь вот у меня тоже метельчатая тоже уже укоренилась это конец марта получается тут вот где-то 27 марта где-то 31 марта то есть уже все такие череночки пора уже распикировать по стаканчикам в общем очень удобно рекомендую вот такие глубокие контейнеры и пленка именно никакой крышки пленка плотная в сад это в садовом центре покупала по моему 100 микрона найдет то есть видите на все контейнеры у меня вот одна пленочка без проблем абсолютно то есть там не высушивается так прямо уж сильно конкретно и не надо каждую крышку открывать то есть требушить этот контейнер а вот просто пленочку приоткрыла к стеллажу подхожу с той стороны тоже могу подойти соответственно те контейнеры с той стороны смотрю эти с этой так а здесь у меня просто у меня здесь петунии им здесь нравится в таких контейнерах неглубоких так и покажу еще те черенки которые распикированы были это вот самая первая партия небольшая все вошло в один контейнер это вот метельчатая которая буквально из почки был снят череночек но и крупнолистный немного вот какой вот уже вымахал конечно тут уже нужна прищипка так это little spooky видите чё little какой в это вытянулся была сделана один раз только подкормка монофосфатом калия вот после пикировки через несколько дней даю подкормку абсолютно всем растениям такую сейчас их можно уже пикировать больший объем видно да вот корневая так это по моему то ли френч болеро до френч болеро наверное крупнолистные до больший объем можно распикировать сейчас 0 5 литра и а также монофосфатом калия сделать через несколько дней подкормку для работы корневой системы так вот один контейнер и второй контейнер где попозже была пикировочка 28 марта вот смотрю здесь тоже метельчатые крупнолистные вот буквально сегодня только подкормила монофосфатом надо было пораньше это сделать это же уже скоро можно будет пикировать в общем соответственно пикировка сейчас будет уже этих черенков которые укоренились вот так же в контейнеры буду составлять и под пленочку только просто у меня это все стоит уже пониже на полу как видите да есть по прохладней ты также уже конечно надо приступать к факторному уже снять черенка потому что видео я выкладывала что они уже все наросли эти также впрыскиваю обязательно влажный здесь воздух не открываю пока пленку не открываю не приучаю к сухому воздуху пока стоят так в общем друзья самое главное что запомнить самое главное да по черенкам не как говорится найдите в себе силы лучше проверить на начальной стадии как говорится вы увидите что-то там черенку не нравится то есть сможете принять меры если вы там неделю не заклядывайте свой контейнер да там может быть все что угодно вы просто потеряете половину например своих трудов вот и вот такой вот я себе для себя все таки вот такой вариант лучший в глубоких именно да вот где вот есть вот это вот где они дышат более или менее вот в таких контейнерах сложновато тем более вот представьте да когда вся полка в этих контейнерах каждую крышечку открыть каждый череночек я проверяла каждый черенок доставала смотрела декалу стыкала обратно где какой-то не дай бог подгнивание срезала кончик обратно чуть прямо вот так прижимала к почве не углубляла чтобы за ним чтобы он немножко под подсохла это основание у него так вот в общем как говорится все обзорчик небольшой сделала по сортам по сортам обязательно скажу уже после пикировки тогда уже будет понятно какие сорта есть какие сорта будут на продажу друзья на этом все если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал впереди еще много интересного всем хороших выходных дней всем пока пока